Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И адхибаутика — это доступное глазу воплощение. Воплощение, вот то, что мы видим друг друга, физическое воплощение, это называется адхибаутика. Все оно воплощено, вот оно такое, вы с ним ничего поделать не сможете. Пока оно воплощено в этом теле, вы с ним ничего поделать не сможете. Все это фиксация определенная. Теперь следующий стих, я сейчас не читаю комментарий этого стиха, потому что мы его читали вчера. Следующий стих поясняет дальше эту тему. Экам, Экатта, Рабхаве, Яда, Нопа, Лабха, Маге, Триттайанта, Трайовидаса, Атма, Сваршаяшра, Я. Все три упомянутые в высшей категории живых существ взаимозависимы. То есть наши желания, окружающая природа и физическое тело, они все взаимозависимы, как бы представляют единство, некое целое. Согласно, трудно разделить это. Просто я вот себя чувствую и все, я один, независимый от чего, мне кажется. Я сам все решаю. Но это как бы три единства. На самом деле тут есть составляющая в моей сущности, вот которой при помощи самосознания нужно различить. Способность разума и различать. Все три упомянутые в высшей категории живых существ взаимозависимы. Отсутствие одного из них делает другого невоспринимаемым. Если что-то одно отсутствует, например, физического плечения отсутствует, вы не найдете это живое существо. Очень сложно отыскать его где-то. Почему так легко нам сейчас находить друг друга? Сотовый телефон есть, есть адрес, местножительство, электронный адрес. Или мы знаем, с кем человек связан, можно спросить. В конце концов, он ходит по земле. Он не может жить по земле, или в воздухе, или в воде. Он на поверхности земли где-то располагается. Мы ходим ногами этими. Двупада называется человек. Двуноги, двунога. Мы на двух ногах ходим и ищем то, что мы хотим. Того или иного человека мы найдем. Мы в арендавании найдем, или в Москве найдем. Его неважно, где сейчас. Есть такие приспособления, можно найти где угодно его. Со спутника даже, можно так сказать. Но, как только он оставил это тело, ни спутниковая связь, ни сотовые телефоны, ни какая-то другая техника, вы не знаете, где он. Он уже не на земле. Очень сложно искать в других каких-то областях. в разных разрезах измерений. Практически невозможно. Поэтому, прупада говорит, когда, как только мы оставляем тело, никто не знает, куда вы пойдете. Никто уже не найдет. Люди скажут, знаете, как об этом. О, он ушел очень далеко. Или она ушла очень далеко. Где-то очень-очень далеко. Не знаю, где там далеко. Здесь не найти уже все. На двух ногах. Не глядывай. Даже предстоять невозможно, где это все. И он ушел куда-то, но он еще знает вас. Во сне может приходить, являться, предупреждать о чем-то, беспокоиться так же. Уже по-своему, по-другому совсем. И вы даже не понимаете, назначение того или иного сна. Того измерения. Его нужно разгадывать. И специальные такие технологии, как разгадывать все эти явления, когда являются предки. Или полугодь, с другого уровня. Нам и не воспринимаем его. Но они взаимодействуют, иногда даже лично, через тонкое тело. Либо нет объектов чувств, и он тоже невоспринимаемый. Я вижу вас как объект чувств. Вы видите меня как объект чувств. Устраните это. Зеркала, живых существ. И вы не узнаете, кто вы. Никогда себя не увидите без зеркала. Никогда себя не поймете, не общаясь с другим живым существом. Никто вам не расскажет, кто вы, как вы выглядите. Сколько вам лет, насколько вы привлекательны, насколько нет. Невозможно. Без объектов восприятия мы не можем провести свою индивидуальность. Если нет ни формы, ни света, ни запаха, ничего другого. Все. Отсутствие. Другое отсутствие. Конечно, оно не отсутствует. В любом случае, жизнь продолжается. Но не проявляется. Невоспринимаемое получается. Либо вы себя забыли. Адхиатма. Забыли себя. С ума сошли называется. Тоже не воспринимается. Для других людей вы просто сумасшедшие. Они не знают, кто вы. Сумасшедшие не знают, кто вы. То же самое. И пропад написал статью, когда жил в Америке, кто сумасшедший. Потому что предных обвинили, что они сумасшедшие. Пропаде не понравилось. Он написал статью, кто сумасшедший. Сумасшедший. То есть вот это и люди. Они ходят и думают о себе. И понятно, что. Забыли себя как душу. И думают, кто они. Наполеон. Или еще кто-нибудь. Есть анекдот. Пациент приходит к психиатру на прием через месяц лечения. И доктор говорит ему оптимистично. О, все гораздо лучше. Вы поправляетесь. Все намного лучше. Пациент психически больной еще. Он говорит, доктор. Ну что, где улучшения? Что хорошего? Еще месяц назад я был кто? Наполеон. А сейчас я кто? Никто. Потерял это отождествление человек. И вот он разочарован. Видите, этот больной. Он думает, ну я раньше был большим человеком. А теперь я кто? Вы начинаете лечить. И теперь я никто. Вот мы идем к духовному учителю. И кто же мы будем? Иногда приятно разочаровывается. Я теперь никто. Точно. Я просто слуга. Слуги, слуги. Я теперь невоспринимаемый для материального мира. Меня никто не понимает. Все, меня потеряли родственники. Говорит, умер. Все. Инициацию получил. Умер. Умер. Вот такая интересная тема. Комментарий Шелапрабхады. Существует бесчисленное множество живых существ, связанных друг с другом, отношениями контролирующего и контролируемого. Слушайте внимательно. Всегда есть такие отношения. Кто-то контролирует, кто-то контролируемый. Это интересный момент очень. В предыдущем комментарии говорилось. И тот, и другой, и контролирующий, и контролируемый состоят из тех же материальных элементов. Разницы никакой нет. И тем не менее, кто-то контролирует, а кто-то контролируемый. Почему? В чем разница? Вы человек, вы человек, вы, вы, вы. Все мы люди. И все же кто-то контролирует, а кто-то контролируемый. Всегда. Это называется воплощение параматным. Вот так воплощается параматным материальным изменением. Как кто-то полномочия имеет выше. Ну, то есть, это государство полномочия имеет. Или разум больше имеет. Это и портится полномочия. Или физические силы больше имеет. Это и полномочия. Это и осилы следоват. И разум разумный. Это ланчевый ритм. И именно эти вещи нас контролируют. Ничто не другое. Проявление параматное. Однако, не будет чувственного восприятия. Невозможно было бы распознать или понять, кто находится под контролем, а кто контролирует. Например, солнце контролирует наше зрение. Мы видим солнце, потому что оно обладает телом. А солнечный свет имеет для нас значение лишь постольку. Поскольку у нас есть глаза. Если нет глаз. Сказать, человек умирает, говорит, все, жизнь кончена. Все. Ничего больше не существует. Нет, все продолжает существовать. Абсолютно все продолжает существовать. И вы тоже продолжаете существовать. Вы так просто думаете. Потому что органов восприятия нет в это время, когда вы теряете сознание. Вот по этой причине кажется, что я исчез. Но когда есть глаза, вы видите, нет. Вот солнце вижу. Благодаря солнцу мы же видим. Нам нужны еще глаза. Органы восприятия. Не будь у нас глаз, солнечный свет был бы для нас бесполезен. А в отсутствии солнечного света и бесполезны глаза. Видите, как все связано. Видите? Солнце и глаза очень связаны. Кому такой орган могу прийти? Какому-нибудь ученому материалисту? Что-то сказал об этом? Нет. Понятно. Как глаз появился, говорят, случайно. И солнце случайно, плюс и глаз случайно, который смотрится на солнце. Так вот, если они взаимосвязаны с солнцем и глаза, вывод какой? Создавалось все одновременно. И солнце и глаза были задуманы одновременно. Понятно. Руки и ноги одновременно были задуманы? Сначала ноги были задуманы. Он походил, походил. Делать нечего, ничего невозможно делать. А, понятно, нужно добавить руки. Я скажу. Нет. Такой глупости вы не увидите в природе. Все задумано сразу же, одновременно. Но проявляется последовательно. И наблюдая это последовательно, люди думают, а, раньше не было ног, может быть, или рук не было, или еще очень. Все было в желаниях, все было в творении уже. Но невоспринимаемо, как здесь говорится. Мы не видели этого. Не слышали об этом. Мы увидели, когда все три вещи вместе собрались. Включая физическое воплощение. Вот теперь мы увидели. Вот оно творение. Вот он, Бог, так творит. Но без этого мы не видим, как он творит. Никто не знает, как он творит. Не так, что он берет настоящие руки, где-то выращивает физически, потом скрепляет, может пронаблюдать, как он там клетит сухожилия, нервное окончание, так как, знаете, все искусно очень. Как хирург абсолютно по-другому действует. Никто не может понять, как это творение. Но здесь все-таки секрет этот описывается в Бхагава. Секреты творения. Надо изучать внимательно, и тоже станем хорошими творцами. Да, если мы будем знать, как правильно пользоваться полномочиями, которые у каждого из нас уже есть. Параматму уже отдают на полномочия каждому из нас. Что это означает? Вы можете быть связаны этими полномочиями с Богом. Из этой материальной природы. Мы не потеряем полномочия. Например, если я полицейский, я уполномочен, у меня документы есть, форма. Я говорю, документы покажите. И вы обязаны подчиниться, вы подчиняете. Все в порядке, это законно. Ну а если я злоупотреблю этими полномочиями, вы на меня пожалуетесь, и мне снимут должность. Вот что происходит материально. Люди теряют полномочия, когда они правильно используют данные божественной, божественный разум, энергию. Резонно спросить, кто сделал их зависимыми друг от друга? Парамат спрашивает комментарий. Если три вещи взаимодависимы, то вопрос идет уже не только об этих трех, а о каком-то еще четвертом. Кто-то же их вместе задумал, значит появляется идея четвертого отсюда. Логически это обоснованно. Тот, кто установил отношения взаимозависимости между ними, сам должен быть в этом счете абсолютно независимым. Согласны? Логично это. Если он сам был бы зависимым от них, он не мог бы распознать эти вещи, как мы. Если вы сам пьяный человек, вы не можете понять, что вы пьяный только? Хотя всем округа говорят, что ты пьяный. Нет, это внешне, это только кажется, это иллюзия. На самом деле я, тылез, я абсолютно нормальный человек. Все они так думают, пока они проспятся. Когда проспятся, им стыдно вообще. Вообще на глазах показывается. Тут другое измерение. Здесь то же самое. Если человек, если кто-то зависимый от этих трех вещей, он не может их распознать. Это и называется зависимость. Как ребенок, он еще не понимает, что он зависит от родителей, что все желания исполняются. Родители, он этого не понимает сначала. Поэтому чувствует себя абсолютно независимо. В 15 лет, если ругается с мамой и с папой, я уйду из дома. Я и без вас могу жить. Но это просто его незрелость. Он еще не понимает зависимости, не различает зависимость. Как гласит первый стих, изначальным источником всех зависимых объектов является абсолютно независимый субъект. Этим изначальным источником всякой зависимости является высшая истина или параматма, сверхдуша. Не зависящая ни от чего другого. Она свашрая-шрая. Значит, что она зависит только от себя самой. Это единственное такое существо есть. Эко-бахунам, йовидаткати, каман, каман, желание. Одно живое за что? Эко. Выполнять желание всех вести в том, что живое существо. Потому что независим. Сварат. Нет причины, кроме себя. Нет ничего, кроме параматмы, на самом деле. Это все проявления ее энергии, материальные, духовные. Это все исходит из одного источника. Хам сарвасся прабабового. Матах сарвам прабар татэя, Кришна говорит. Все исходит из меня, из сверхдуши. И материальные, и духовные. То другое. Она прибежище всего сущего. Однако, параматмы и браман подчинены Бхагавану. Поскольку Бхагаван является Пурушоттама, сверхличностью. Сверхличностью. Это душа сверхдуши еще так описывается. Есть сверхдуша. В нашем понимании это вселенская душа. Она находится в сердце каждого живого существа. Не человека, а любого живого существа. В травинке, в насеком, в микробе. И в ядре каждого атома практически ничего, кроме параматмы, мы не видим. Конечно, мы думаем. Покрыто это все. Покрыто. Но всю структуру, которую мы видим, вот эти различные формы жизни, поддерживает параматму. Это сверхсознание называется. Никто не знает, где ее границы. И полномочия, и возможности. Безграничные. И Пурушоттама, Пурушауттама, выше этого еще есть. Бхагаван. Вот это название Бхагаван есть. Параматма, есть Бхраман, есть Бхагаван. Тот, кто всем этим управляет еще. Трудно объяснить, что это. Если мы не можем объяснить, что такое параматма, это нужна большая реализация для этого. Огромный опыт. И она непостижима вообще в принципе. То есть еще непостижимая вещь для непостижимой вещи. Это Кришна. Бхагаван своя. То есть нужно понять, что его даже не называют Богом уже. Как сверхбог, что ли? Бессмысленно называют такими словами. Знаете, как его называют? Трансцендентный возлюбленный. Вот он, сердце всего. Любовь, раса, вкус отношений. И когда живой существо входит в эти отношения, он даже Богом не называет. Он говорит, называет его ребенок мой, сын мой, Кришна. Нанда, Нанда, Нанда. Ешода, Нанда, Нанда его называют. Не сверхдуша? Нет. Он сверхдуша, сверхдушист. Свердуша поклоняется этой форме. Свердуша привлекается к форме Кришны. То есть получается, что Кришна – источник концепции Бога. А сам он не Бог в отношениях. Его не называют Богом. Источник Бога получается. Возможно ли это такое? Сложно это все. Ведь очень сложно нам уже мыслифики на категории. И кто-то называет его другом близким. И не хочет слышать, что он Бог. Ни в какую. И когда он проверяет какое-то сверхмогущество, на какое-то время они поражаются этим. Но потом его гамма устраивает так, что тут же забывают. Да, это просто потому и потом. Находят какую-то причину. То есть все атеисты. В духовной мере никто не знает Кришну. Здесь никто не знает Кришну. Ни атеисты, ни освобожденные души. Кришну не знает никто. Он говорит, видите, меня не знает никто. Я знаю каждого. И все же его знают как отношения. То есть можно познать свои отношения с этим Бхагаваном. То есть суть смысла жизни именно в этом. Потому что сверхдуша Вселенной, она не существует вечно. Это имейте в виду. Это проявление существует только в материальном мире. Она вечная. Но в духовном мире там нет сверхдуши. Этой экспансии не существует. Поэтому сверхдуша, мы не развиваем с ней личностных отношений. Она занемет проночное положение между имперсональным аспектом и личностным аспектом. Это называется параматма сверхдуша. Иногда говорят, что она безлична, потому что она повсюду разлита и беспристрастна. Иногда говорят, что она лично, потому что имеет форму. И как совесть, она индивидуально может вести живое существо к каждому, и личностно относится. И то, и другое справедливо к ней. В параматму, потому что включается и браман, безличный аспект. Но когда мы говорим о Бхагаване, он уже является и параматмой для преданного, и браманом. Пара-браман. Как сияние солнца, говорится, не отличное от солнца. Это сияние безграничное, это браман. Есть солнце, параматма, форма. Есть божество, управляющее солнцем. Это Бхагаван. Три аспекта абсолютно есть. Об этом здесь говорится. Три единые абсолютно есть. Но нельзя разделить на части на самом деле. Но так выглядит, что есть отдельно свет мы видим, отдельно диск и отдельно управляющие силы, контролирующие. Это мы так видим. Но для Кришны это суть одного. Солнце нас сейчас видит лучами. Это ее зрение. Его зрение. Солнце. Одновременно солнце лучами может нас трогать. Это касание. Ведь взаимозаменяемое чувство. Кришна может делать то же самое. Это от него способность. Одновременно солнце формирует наш разум. Потому что разум включается только тогда, когда есть способность различать. При свете можно только различать. Это очень интересный момент. Кажется, свет просто физическое явление. Нет. Это глубоко психическое и физическое явление. Потому что когда свет, солнце мы видим, наступает пробуждение разума. Пробуждается внутренняя энергия. Мы видим не просто начинать чувствовать, желать, действовать. Да, солнце является такой причиной. Само оно здесь бездействует. Просто дает энергию жить. Но включаются все внутренние энергии, присутствия солнечной силы. И солнечный свет, он не угнетает. Он угнетает только, когда в зените солнце находится. Нужно прятаться. Потому что в это время солнце забирает жизненную энергию. Утром, вечером возвращает, дает. И жизненная сила, по сути, истощается от того, что солнце сходит и заходит. Постепенно, живой существует, стареет и умирает. Это причина старости и смерти. Само же, но очень далеко на своем месте. И для него не существует равенства между его диском, его солнечным светом и управляющими силами. Потому что управляющие силы все это объединяет. Бхагаван. Он может солнечным светом действовать, диском действовать, как угодно действовать. Парабраман, верховный и вышеуправляющий. И Прабрама сказал, солнце, наш девиз. Кришна как солнце, мы сравниваем его часто с солнцем. Что это наиболее могучное проявление для нашего восприятия в этой вселенной солнца. Как бы это душа вселенной солнца. Оно одно во вселенной описывается. Другого такого солнца нет. Которого давало такую жизнь. Остальные отражают либо солнечный свет, либо как-то излучают какое-то другое сияние. Но не солнечный свет. Даже если допустить, что между индивидуальной душой и сверхдушой нет разницы, все же придется признать, что индивидуальная душа зависит от сверхдуши во всем. Что касается освобождения от иллюзий материальной энергии, что касается освобождения от иллюзий материальной энергии, то есть мы зависим от сверхдуши. Если даже мы качественно равны, как сверхдуша, это факт, надо признать. Он духовный, мы тоже духовны. Но мы не освобождены, вот в чем проблема. Мы зависим, а он не зависим, он не освобожден. Освобожден всегда, вечно освобожден. Индивидуум находится в плену иллюзорной энергии, и потому, несмотря на свое качественное единство со сверхдушой, пребывает в иллюзии, отразляется с материей. Вот какая странная вещь происходит. Качественные мы такие же, как и Бог. Но на нас влияет его низшая энергия. На него нет, она низшая ему подчиненная. Она мертвая энергия. Ну как же она влияет на нас? Вообще-то, на самом деле, нас привлекает мертвое что-нибудь здесь? Я извиняюсь, если привлекает, то нужно лечиться, конечно. А вообще мертвое не привлекает. Это уже извращенный вкус, этой темы сейчас не касаемся. Мертвое не привлекает. Вы любите человека, но если тело мертво, вы уже боитесь подойти к нему, боитесь коснуться его и соглашаетесь, чтобы его закопали или кремировали. Пожалуйста, нужно его просто уничтожить, устранить от восприятия. Никто не хочет общаться с мертвым телом. И каким же образом эти мертвые тела или формы возобновляет власть над нами? Очень интересно. Вот это и есть иллюзия. Мертвое тело мы не видим, вот в чем дело. Но посмотреть друг на друга, вы же не верите в мертвое тело. Оно мертво, но вы не увидите. Это потому что внутри есть жизненная сила. Вот это и будет заблуждение. Человек живой, вы не думаете о каких-то там философиях, там элементах, низшей, высшей энергии. Как только он убирает, вы сразу понимаете, Боже мой, кошмар какой. Ужас. Ужас трудно пережить. Можно и не пережить даже. Такой шок человек будет. Если он касается близких людей, это страшно. Страшное явление. Крещенобалгий говорит, что нужно осознать эту вещь, что рождение, старость, болезнь, смерть – есть зло для души. Для души это зло, от этого нужно избавиться, освободиться. Это главная задача, собственно, для чего веды даются человеку. Чтобы он пошел путем бессмертия, путем самосознания. И таким образом, все же это привлекательно, потому что внутри есть дух, внутренняя энергия. Это нас обманывает тело. Оно ведет себя как живое. Оно называет себя живым. Оно одевается, украшается, как будто оно живое. Он весь язык, он говорит, как будто бы это живое существо. Вы играете на гитаре. Гитара – живое существо. Тут ясно, что это не живое существо. Тут нет. Не такая же большая иллюзия, правда же? Но бывает, если это в руках мастера – гитара. Удивляетесь, что у него за гитара такая. Вы забываете про мастера. Вы начинаете думать про гитару. Вот мне бы такую гитару. Кажется, если у меня будет такая гитара, то так хорошо играет гитару. Это отождествление. Это чья такая красивая женщина, чья жена? Мне бы такую же, но я был бы счастлив с ней. Потому что они хорошо общаются, они любят друг друга. Говорят, вот мне нужно это все. Нет, это иллюзия. Вот такая вот штука происходит. Если вы увидите дерево живое в лесу и мертвое, вы увидите огромное, как разница. Оно просто как в трубу распадается, кусочек праха. И вот это вот и есть материальное тело. Горское пепло. И все же какая-то энергия внутри создает такую привлекательную форму, двигающуюся, эмоционально выражающую себя, имеющую разум, и все, и все. Кажется полноценно. Но эти три составляющие просто вместе и обманывают нас. Когда они разъединяются, Никто не может понять, что случилось. Как будто бы вы упали в озеро, где видели красивое отражение, хотели взять его руками. В воде. Отражение, как реальность. Протянули руку и плюх туда. И ничего, нет, одна вода. А где? Только что же было. Колоссально, потрясающая иллюзия этого мира. Чтобы избавиться от ложных представлений о реальной жизни, индивидуальная душа должна поставить себя в зависимости от сверхдуши. Только тогда она может считаться единой с ней. И в этом смысле сверхдуша, вне всяких сомнений, также является высшим прибежищем. Был один корабль для туристов. Я читал такой рассказ очень давно, до сознания Кришны. Меня заинтересовал этот сюжет, почему-то. Корабль был туристический. И необходимо было создать атмосферу привлекательную для туриста, чтобы всегда было много людей, гостей, чтобы это было рентабельно дохода. То есть об этом думали капиталисты. Люди, которые хотели хороший бизнес сделать на этом туризме. И нужно было сделать корабль очень привлекательным. Конечно, это развлечения, там палубы различные, из каюты, люкс, разные, на все вкусы. Это все, конечно, естественно, там шум мотора, там подальше куда-то, чтобы не беспокоило. Но много-много всего описывается там. Но главное, они создали удивительную иллюзию, эти капиталисты. Они нанимали людей, пар молодых, очень красивых находили, подбирали специально, которые должны были на этих палубах играть в любовь. Всем показывать, как они любят друг друга. Никто не знал об этом замысле. Знали только вот эти вот актеры. И все было таким образом создано для того, чтобы люди приходили, попадали в эту атмосферу. И народ там валом валил. На сумме там одна была пара влюбленных на этом корабле. И сразу путешествие превращалось в какое-то романтическое, знаете, захватывающее путешествие, неслыханное в жизни событие какое-то. Людей охватывали переживания. Они не понимали, что это два актера, которые смотрят друг на друга, улыбаются, и что-то говорят в слух. Иногда даже кто-то слышит, как они говорят потрясающие вещи друг к другу. И каждый день они так медитируют друг на друга, ничего не замечают вокруг. И я думаю, боже мой, как удачно я вообще попал на этот корабль. Я такого в жизни никогда не видел. Я хочу то же самое. Они начинают знакомиться там, начинают пользоваться парами, каютами, всеми этими условиями. И автоматически начинают все это занимать. Вот материальный мир точно так же устроен. Точно так же. Когда кто-то любит друг друга здесь, без Кришны, это иллюзорная любовь. Это более или менее актерское мастерство природное. Природное. Есть не природное, а вот есть природное. Знаете, любая девочка знает, как уже смотреть на мальчиков. Вот ей 5 лет, там природное мастерство. Но это всего лишь природное мастерство, всего лишь гудно-материальной природы. И поскольку это природное, то живой стучит, то чувствуешь, что как бы оно это делает. Ты же сам удивляется, как это, почему это я стал так делать, почему это я хочу говорить с этим человеком, почему это я начинаю шутить, почему, что со мной происходит. Я не знаю. Ты не влюбился? Нет. Ничего. А что с тобой? Да ничего, просто я общаюсь, шучу. Ну, естественно, так. Это природное актерское мастерство называется просто. И там описывается другая сторона этого корабля. С одной стороны, туристы, их восхищение, их счастье на этом круизе туристическом. А с другой стороны, внутренняя сторона того, той группы людей, которые поддерживают все это, создают все эти условия для них, должны тяжело трудиться. И как они наявили друг друга эти два партнера влюбленных. Как они надоели друг другу днем и ночью смотреть друг на друга и говорить эти слова любви, и играть эту любовь. Они мечтают, когда этот круиз закончится уже, мы противили друг другу. Невозможно один объект чувств перед собой иметь и день за днем общаться с ним. Вот такой интересный рассказ. Это то, что превращается любовь в материальный мир. Потому что есть поддерживающая сила, нужна поддерживающая сила. И когда, например, вы идете в храм и наполняетесь сознанием Гришна, вы замечаете, что все вокруг становится гораздо лучше, и люди лучше стали, правда же? Одухотворяется. Не скутайте это, пожалуйста. Потому что люди люди рядом. И она скажет, что вот если с этим человеком будешь полностью счастлива и в полном сознании Гришны, это чистый преданный. Потому что он брамачарий. Он чистый брамачарий, он чистый преданный. Если вот я за него замуж выйду, ой, я буду всю жизнь в сознании Гришны наслаждаться счастьем. Это большая иллюзия. Как только мы хотим эту божественную энергию, благость присвоить себе, тут же начинается трансформация. Это так же, как вы открываете дерево мое теперь. На дереве оно как цветет красиво, смотрите. О, там и цветы, и листья зеленые, и запахи, и, знаете, и мед сочится с этого дерева. Ой, хочу, 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 хочу. Все дерево, конечно, не могу взять, но вот эту веточку я возьму мое, люблю мое. Теперь я положу его в стакан, наливаю воды, и буду его там подливать, он от меня будет зависеть, я буду давать ему пищу, пока не увянет совсем. Но я протяну, продлю как-то его существование. Постараюсь, обещаю. Мы умрем в один день. Корабль, крушение терпит в воде, и люди плавают в этой воде, и вдруг встречаются, и влюбляются, и обещают, что умрем в один день, но мы зато проплывем с тобой, какую-то жизнь проживем, не так ли? Это вот точка зрения как бы трансценентная, сверхдуши. Насколько они забывчивы, эти души. Мы же забыли, что это тело было в утробе, матерь, как горошина, оно там развивалось, развивалось, мучилось, страдало, а потом на руку вышло. С этим кошмаром столкнулось. Если бы не мама и папа, нам в конец сразу группы. Ужасный мир просто, потому что нас могли бы съесть просто животные даже, не знаю. Мы никому бы не были нужны вообще, если бы не было мать или отца, но Кришна дал нам отца, мать и все остальное. И мы чуть-чуть не забываем об этом. Мы думаем, что мы независимы, мы сами выросли, сами учились, сами все делаем. Рама и папа можно забыть уже. А как только создали свою семью, все, навечно тут же устраиваемся. Дом покрепче, кирпичная стена, фундамент, подвал, машины, запастись топливом, бензином, землю купить, побольше земли купить, ведь что-то надолго, правильно? Да ненадолго. Едва-едва только, знаете, начнете жить и все, уже пора ухать. Я только начал жить. Ну да, но уже конец, все, конец фильма. Фильм без сюжета, без смысла. Так же, как вы смотрите фильм, смысла никакого нет. И ждете, когда же будет смысл? Нам конец, просто нет. Вы смотрите, как? Я заплатил деньги, я смотрю кино, а где эта идея, где смысл, где это значение? Ничего этого нет, просто показали что-то. Просто время кончилось, уходи в следующий сеанс, заходи в следующая партия. И если в следующая партия надеются что-то получить, тоже забегу, смотри. Через два часа, конец, как-то. Каждое поколение удивляется, все бегут сюда за каким-то смыслом, за какой-то сутью, в конце жизни, как конец. Я только начал, я еще не начал жить, подождите. Смысл же должен быть какой-то. Нет, смысл же нет никакого. Ты же не спросил раньше об этом. Ты спросил сейчас, когда уже поздно. А смысл нужно было спрашивать раньше, когда вот этот язык появился, и разум, как только пробудился, ата-та-брама-джи-джи-су, сразу спрашивает. Вот точно. Не так, когда уже разума нет, уже тело разрушено, зубы уже повыпадали почти все. Я говорю, смысл моей жизни был вообще. Не знаю, зачем ты тут жил. Ты же не спрашивал раньше. Ты глупостями занимался, искать. За лектами чувств гонялся, с кем-то сражался, деньги накапливал, ворвал иногда, обманывал. Тебя тоже обманывали. Он какой весь покусный. Видели собаку, когда у вас не все покусывали. Такова жизнь. К человеку они почтительны, как к Богу здесь. Но между собой у них суровые отношения. Так же человек идет к Богу, молится, но друг с другом сражаются. Все покусывали. И зачем все это? Никто не знает. И единственное, к кому мы обращаемся, как к гуру, так к смерти, как приближающиеся. Скажи мне, зачем я жил вообще? А смерть на такие вопросы не отвечает. Она просто близко подходит, берет свою козу, все, есть ответ. Ой, какая скорбь, какое несчастье. Как грубо, как бесчеловечно, как негуманно. Боже, спаси меня. Я больше не хочу воплощаться. Даю тебе клятву, и последнее воплощение будет. Ты зови мне преданное служение. Опять тело, как горошина. Опять развивается, опять рождение. Опять мама и папа, опять все как должно, опять все забывается. Опять своя семья, опять деньги, опять дом, опять устраивается на вечное, опять смерть приходит, опять никакого, да сколько же можно. В конце концов, нужно обратиться к Бхагаватам, к сверхдуше, говорится. В четвертой главе говорится, что Арджуна Джива забыл о своих многочисленных предыдущих рождениях. Но Господь сверхдуша помнит их все. Господь помнит даже то, как несколько миллионов лет назад Он поведал Богу Солнца, Бхагаваткиту Богу Солнца. Он помнит события, происходившие миллионы, миллиарды лет назад. То есть от начала до конца помнит все, знает все. Например, вы берете какое-то предприятие, становитесь генеральным директором, вам передают должность. Вам что нужно сделать? Вам нужно все предыдущее понять, что там было, весь процесс, документацию, долги, весь процесс, с самого начала. Вам нужно всю историю предприятия, чтобы дальше управлять. Вы должны память обобрести. И если вы понятия не имеете, что было в прошлом, начинаете управлять предприятием, ни о долгах не осведомлены, ни об отношении с другими компаниями не осведомлены, как вы можете управлять? Вы все развалите? И если он управляет всемиром, сверхдуша, то он должен помнить прошлое, настоящее и будущее. Куда идти? Все три аспекта должны создать. Иначе как можно управлять таким грандиозным проявлением? Он говорит, он помнит все, что в миллиарды лет с самого начала помнится. Еще до того, как это вселенные и вселенные создавались, он уже существует всегда. И до, и сейчас, и после. Знаете? Он сам говорит об этом так. Господь вечно исполнено блаженство и знание тела, и знает обо всем, что происходило в прошлом. Происходит настоящее и произойдет будущее. Но несмотря на то, что он является прибежищем и Параматмы, и Брамана, люди со скудным запасом знаний не могут постичь его истинной природы. Но оно и понятно, как можно постичь Бога своими усилиями. Это вообще возможно. Кто-то вообще, я не... Уму не слеслыханное вообще. Не слеслыханная, знаете, самоуверенность. Понять Бога непосредственно люди хотят. Без ничего. Заявление о том, что сознание индивидуального живого существа отождественно космическому сознанию лишены всяких оснований. Поскольку даже такой человек, индивидуальная душа, как Арджуна, не помнит своих прошлых поступков, несмотря на то, что всегда находится подле Господа. Что же тогда может знать о своем прошлом, настоящем будущем обыкновенный, ничтожный человек, претендующий на обладание космическим сознанием. Вот в этом проявляется его глупость. Как мы понимаем, насколько человек глуп, насколько у него много амбиций, насколько он высоко себя ценит, настолько он глупый. Вот таким образом. Материально мне кажется, наоборот как раз. Что глупый, который себя совсем не ценит, не уважает себя, за себя не может постоять, ну, совсем глупый человек. Никчемный человек. Нет у него ложного эго, достаточного, чего-то собственного достоинства нет. И здесь проявляется глупость в том, что человек гордый становится. Вот век калий этим характеризуется, что лиственница слабее разумом, ленивее, менее способна к деятельности, талантов меньше становится, но мнение для себя очень высоко. И гордость, когда приходит, она к разрушению приводит, к несчастью, к насилию. Это единственное, что сейчас люди научились делать, решать вопрос насилия. Силу применять. Оружие, это гонка, она ужасающая. Достигли небольшого успеха. Ну, собственно говоря, предела достигли уже. В Бхагавадите говорится, что люди, идущие этим путем, демоническим, они разрушат все живое. В конечном итоге цивилизация будет разрушена. Ими же самими. Они сами себя убьют, как скорпион. И наоборот, даст и даст, а ну даст. Я слуга слуги, но чей слуга? Вот в чем вопрос. Вот в чем величие. Слуга великого, величайшего, непознаваемого, источника всего. И я, и его слуга, слуги, слуги, слуги. Человек наделяется духовными полномочиями. Он обретает влияние, не имея ни власти, ни денег, ни славы Господь. Чем же он влияет тогда? Если он не имеет ни денег, ни власти, ни положения материального. Это называется духовная полномочия. То есть Бог должен проявиться через его речь, через его поступки, через его мысли. Этого достаточно. Это означает зафиксировано, утверждено, задокументировано. Если наш ум думает о Кришне, это полномочия. В тот момент, когда мы погружены в сознание Кришны, это большие полномочия. В этот момент нужно говорить о Кришне, распространять сознание Кришны. Как во Варендауне, мы наполняем сознание Кришны. Для чего? Чтобы там отдать все это. В этом смысл полномочия. Если вы видите милиционера, который уполномочен, но он не выполняет свои обязанности, документы не спрашивает, спит на посту. Его тоже снимают должность. Верно же? Если мы получаем полномочия во Варендауне, но потом не используем это должное, мы тоже лишаемся полномочия. И мы можем снова приехать во Варендауне, но уже не почувствовать присутствие Кришны так, как мы хотели бы. Потом он пропаганит, заряжайте свою батарею здесь, а там разряжайте, отдавайте. И снова на зарядку сюда. И вот таким образом мы будем получать больше и больше. Наша ёмкость будет увеличиваться. Наш аккумулятор будет совершенствоваться. Это самосовершенствование или самоосознание. Олег Игорьична, большое спасибо. Какие будут вопросы? Что такое духовная любовь? Непонятно? Но Варендауне важно чувствовать её. Как это можно объяснить ещё? К другому человеку? Духовная любовь, она проявляется в том, другому человеку проявляется в том, что вы помогаете друг другу духовно прогрессировать. Так строятся отношения с цивилизованным существом. Как правильно молиться за близких? Моё понимание личное, я не знаю никаких мантр специальных, про панинавал мантры специальных, молиться за близких, кроме Харикришна мантры. Но моё понимание из шастры, также из опыта, что поскольку вы уже думаете о своих близких родственниках, собственно, это уже молитва. Совершая преднаслужения, вы иногда вспоминаете о них. Как бы не забываете их, уже существует такая связь, уже есть какая-то в этом молитва. В моём понимании этого достаточно, за исключением каких-то экстремальных случаев, когда нужна помощь серьёзная, может быть, человек при смерти или серьёзно болеет, мы молимся за него, чтобы Кришна помог ему. Либо это трудность преодолеть, либо это болезнь, как бы устранить. Это возможно. Молитва на садах и та же. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Кришна, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Скажите, что такое цивилиярность, чем она опаснее, как ее движать, при близких вообще не тренируется? Фамильярность может привести к пренебрежению, к пренебрежению личности. Этим она опасна. Фамильярность обычно, она имеет место быть между друзьями и супругами. Между старшим и младшим она практически не допускается вытекивать. Не допускается, никакие формы пренебрежения. Но между супругами иногда бывает такое. То есть, какая-то доля фамильярности говорит о том, что люди близкого, близкого характера. Просто близкого характера. Как, например, Арджуна с Кришной даже допускал такую фамильярность. Поскольку у них дружеская раса, то Арджуна, он допускал некое пренебрежение дружеское. Как это проявлялось? Иногда они лежали вместе, отдыхали, как друзья. Ну, там, после просада, там, полежать, поговорить. Друзья так делают. И Арджуна рассказал о своих подвигах. Он же воин. О чем еще воин будет говорить? У него оружие, лукандива, как он там сражался там, как он там стрелу пустил так, а потом оружие использовал так. Там есть, о чем поговорить. Очень интересно. Я думаю, что если бы Арджуна вообще взял такую лекцию, сюда бы весь всегда возбежался. Очень интересная тема. И Кришна слушает. И он как друг должен проверить всю правду, говорит Арджуна, или приукрашивает, или что-то не договаривает. Друзья так же слушают, правда или неправда, говоришь, или преувеличивает. Они строго следят за этим. Это дружеские отношения. Если старший что-то привирает, младший поймет. Или младший что-то привирает, старший поймет. Но если друг привирает что-то, другой не простит, скажет, не-не-не-не. Так, не так все было, и не тогда все было, ты все перепутал. И они будут спорить. Они равны. То младший и старший это не касается. Младший смотрит, старший привирает, ну, просто молчит. Он ничего не скажет. Ну, ему можно, вот старший просто имеет право приврать чуть-чуть. Себя приукрасить. И вот потом Кришна начинает рассказывать простые подвиги. Но представьте, он же, его подвиги вообще невероятные. У Арджуны невероятные, ну, а у Кришны какие подвиги невероятные. И Арджуни не нравится все это. Потому что где же равенство, если он сейчас выше меня, всякие героические вещи будет рассказывать, я буду унижен, и как же, дружба? И другу это не нравится. И он говорит, мой друг, ты слишком правдив, похоже. Ты все преувеличил, такого не бывает вообще. Это Арджуна говорит Кришне. Это за фамильярное отношение. Дружеское раз. Он его немножко так вот принижает специально. И Кришна, он принимает эту фамильярность как дружескую, и тогда соглашается с Арджуни. Да, да, ну, видимо, я заговорился немножко. Типа, аха, он сарвайся, прабава, мантах, сарвам, прабава, ты мой друг, подожди, подожди. Ты, по-моему, заговорился немножко. Через все ружье. Вот здесь в Баговодите, когда Арджуна как ученик, да, Кришне-то говорит все. Говорит, и Арджуна это принимает уже по-другому. И в этот момент, когда он видит вселенскую форму в Баговодите, он говорит, о, Всевышний, Верховный, Высшая Сила, Безграничная Сила, прости меня за эту фамильярность, когда к тебе обращался мой друг, Ядова, вот так вот запросто, принижая твое значение. Это фамильярность называется. В дружеских отношениях она имеет место быть, но там есть свои границы, если слишком много фамильярности, будет пренебрежение, она опустится до оскорблений. А кто это такой вообще бы сказал? Какой-то? И правду уже не сможем услышать друг от друга, будем еще ссориться, злиться и враждовать. Так друг перерастет во вражду, если слишком много фамильярности. Поэтому должны быть какие-то время, дружбы, серьезные. Иногда можно пошутить, как бы, делал время, потехи, час, говорится, нужна регуляция, правильная, чтобы не было слишком много фамильярных отношений. Вы сказали, что в материальном мире все наоборот. Если у человека много ложного эго, кто, как он? Много ложного эго, то он молодец, уважает себя, а философия исконна, наоборот, даса, даса, ну даса. Разве положение слуги-слуги-слуги исключает наличие самоуважения, как и понять, где гордость, а где уважение к себе. Не нужно ли это нам? Чувство достоинства. Например, вы служите Кришне, и вы говорите о Бхага, вадите людям. Вы понимаете, что это такое? Когда вы говорите о Бхага, вадите, вы представляете Кришну, не себя, верно? Как проявляется здесь чувство достоинства? Когда тот, скажем, бросает вызов и не соглашается с Славой Бога, вот тут проявляется ваше чувство достоинства за Кришну. Не за себя, вы горды, потому что Кришна – Бог, и он должен защитить его репутацию, его слова. Вот она истинная достоинство. Вот она истинная гордость. Это не ложная гордость. Слуга, слуги, слуги – это истинная гордость, и она сильнее, чем ложное эго. Можем разбить ложное эго таким путем у людей. Какая гордость сильнее? Ложная или истинная? Истинная истинная гордость. Так что мы с тобой не теряем чувство достоинства, мы слуги, это чувство достоинства, мы слуги Прабхупады в случае Кришны не сладует. Прабхупада говорит, что преданный испытывает радость, но чем дольше и больше погружаешься в понимание процесса сознания Кришны, там как-то внутри становится тяжелее. Ответственность давит и чувство безысходности. Какова причина? Ответственность давит хорошо. Значит вы связаны с Духовым Учителем. Это связь с Гуру. Вы радостные и думаете, вот я тебе буду наслаждаться. И как только старший заменит вашу радость и энтузиазм и скажет, вот теперь делай это еще больше. Уп! И как-то давит, знаете, ответственность, как же радоваться дальше. Ну и потом вы справитесь и станете сильнее, конечно, и с этим грузом тоже начнете петь, танцевать. Но проблем Кришна дает. еще ответственность. Гуру будет давить. Пока это можно не раздавить совсем. Где он? Нет, все, в духовном мире. Как бороться с высокомерием и эгоизмом? Какова их природа? Это то же самое высокомерие. Например, например, можно проповедовать в двух настроениях. Две энергии дают силу проповедовать. Либо вы на самом деле духовно очень впечатлены Кришной, и вы начинаете проповедовать. и люди перевязываются Кришны через вас. Либо вы много знаете, философию хорошо знаете, лучше других, и проповедуете, потому что имете чувство превосходства. Вот это называется высокомерие. Заметьте, во всех учебных заведениях мира преподаватели дают знания при помощи энергии превосходства над другими. поэтому нередко когда учитель оскорбляет, унижает достоинства студента или ученика, тупица. То есть начинает нервничать, оскорблять, унижать начинает, потому что у него есть чувство превосходства, говорит, я имею право как бы это делать. Или царь, или управляющий, то же самое, это чувство превосходства, это все форма высокомерия. Как только мы богаче становимся, или умнее становимся, больше знаний имеем, или положение выше занимаем, высокомерие проявится таким образом. В нашем энтузиазме доказывает другим свою истину. Себя представлять больше и больше. Это высокомерие. И гордость, эгоизм, эгоизм это основа высокомерия. Эгоизм основа всего материального существования. Это отрезление с материи себя. Это эгоизм называется. Эго, ложная эго, аханкара. Как можно увидеть параматму в сердце, очень трудно то, как вы спрашиваете непосредственно параматму в сердце сейчас. Знаете, как мы должны это сейчас научиться видеть? Прабхадан объясняет нам. В одном из комментариев он говорит, вы видите вдали над холлом дым. Значит, что там? Что там, если там дым? Пожар. Ну, холм, там нет ничего, лес, там дым. Что значит там? Все, вы же видите. Хотя вы не видите, вы видите только дым, следствие. Но вы догадываетесь, это разум, вы видите разум. Вот так можно научиться делать. Вот сейчас наша задача увидеть таким образом. Это так можно увидеть параматму. или вы видите тень человека. Вы же догадываетесь, надо пойти в ней, что это человек и даже какой человек. Как мы дружили, дружим с одним преданным, мы настолько уже знаем друг друга, потому что мы 30 лет вместе в сознании Кришны. Если он даже сзади ко мне подойдет, я уже чувствую, что он там. И кто? Если руками глаза сзади закроются, сразу скажу его имя тут же, а он моё. Как-то мы развили такой разум в отношениях и догадываемся, видите, даже не видя друг друга, можно чувствовать, понимать. Так же сверхдушу можно чувствовать и понимать при помощи разума. Преданный, практикующий 20-30 лет остаётся чёрствым, трансцендентным в кавычках к чужой боли, а порой жестоким. В чём причина? В чём причина привязанности к следованию правилам и предписаниям, а не к состраданию и переживанию за преданных и других. Ну да, так бывает. Вот вы говорите старший преданный 20-30 лет. Но это может быть время состояния кризиса, когда человеку очень трудно внутри, очень большая скеза для него следует всему этому. Он может стать таким, как, знаете, есть такие мудрецы, которые уходят от людей, всё, не хотят больше с людьми связываться, не помогать кому-то, не привязываться к кому-то, не ухаживать за больными, не хоронить родственников, не выдавать замуж там своих детей, всё надо делать, они уходят в лес и там медитируют. И можно сказать, что держится страдание ваше, вы же уходите от жизни, но у человека пока кризис, и в этом состоянии он не способен делать эти вещи. Если говорить от тех предантов, которые 20-30 лет, возможно, скорее всего, если он хорошо практикует, может быть, кризис внутренний. Чаще всего. Может быть, и другие причины. Возможно, он медленно очень прогрессирует духовно, потому что привязан больше к правилам предписания, чем к сути. То есть, может быть, такое тоже. И его правила предписания становятся препятствием для Бхакти. Тоже кризис из-за этого может быть. А есть старшие преданные, которые привязаны к цели, к любви к Богу и забывают про правила предписания. Вообще-то, проблема с ними большая. И так, и так, проблема Рупак с вами говорит. Нужно то и другое в гармонии. Вот тогда старший преданный уже опытный. Он может и следовать правилам предписания, и знать, зачем это нужно. И тогда у него будет и сострадание развиваться, и качество развиваться необходимое, духовное. Тогда вы все правили. Как поставить зависимость параматмы? Это необходимо читать в священные книги. Виады. Шастры нужно читать. Если вы регулярно читаете шастры, вы поставите зависимость от параматмы. Когда вы начнете мыслить шастрами уже, фактически вы познали параматму. Потому что шастры это именно то, что голос параматмы говорит. Не ищите параматму вовне сейчас. Слушайте внимательно. Слушайте шастры, Шримад Бхагаватам, слушайте духовного учителя. Это путь к постижению параматмы. То же самое говорит голос в сердце. Ну, немножко индивидуально, подробно, но суть та же самая. Разницы никакой нет. И сначала мы учимся просто слушать шравана. И когда мы обучимся слушать, мы можем почувствовать, что параматма, параматме нравятся мои мысли, нравятся мои речи, нравятся поступки. То есть мы это чувствуем как подтверждение счастья, как уверенность. Полную уверенность, твердую веру. Вот сначала вот эти вещи. А увидеть глазами сейчас пока не нужно думать об этом. Никогда не медитируйте. Сейчас наута матикари положение. Это собьет столк. Рано или поздно будут сложности. Матхиаматикари пропад сказал. Ну вот утвердитесь в этом положении. Как мы должны распределять пожертвования, которые нам дают на Санкиртане проповеди, если мы полностью себя поддерживаем за счет Санкиртаны? Ну смотрите сами. Совет же есть. Книги же читаете. И дети, если вы уже занимаетесь служением. Если вы будете слишком жадными становиться из-за денег, Санкиртана ослабнет. Духовная сила ослабнет. Навредите. Поэтому то, что вам нужно для поддержания, берите свою долю. И то, что остается, можете еще кому-то помогать при суче. Желательно, чтобы все преданные могли поддерживать себя и еще могли кому-то помогать. Вот это хорошая позиция для общины. Чтобы каждый был самостоятельным и еще был способен в случае чего оказать помощь кому-то. Это очень хорошо. призывайте дальше. Возгордился и? И? Вопрос? 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 В этом вопрос? Но это факт, что он разгождился. Это же не вопрос. Что ж, о нас говорите в этом моменте? Мы же как дживы одинаковые. Что является пищей для гордости? Еда, сон, совокупление, оборона. Это прекрасная пища для ложного, для гордости. И чем более мы способны с этими задачами справляться, тем более мы горды своих существований. Кто-то может хорошо есть. У него есть своя гордость. Кто-то может спать. Кто-то может совокупляться очень квалифицированно. Большая гордость, большая слава. Если вы еще обороняться умеете, то границ славы не будет. Если владеетесь этими вещами, ложная гордость так и поддерживается. Это короткий ответ, не полный. Любая вещь может быть пищей для ложной гордости. Абсолютно любая вещь. Гордость за Кришну это настоящее. Это не ложная гордость. Гордитесь, что вы переданы Кришне, что вы служите правопаде, что у вас есть гуру, что вы в Исконе. Является ли оскорблением спрашивать духовного учителя, могу ли я полюбить Кришну без вас? Любовь зла, говорится. Все хотят полюбить Кришну. А гуру говорит, иди на Санхиртану. Гуру, может, можно без ваших наставлений просто полюбить? От вас одете. Правила, предписания какие-то, 16 кругов, 4 предмета, слышали уже 100 раз. Сколько можно? На каждой лекции вы говорите одно и то же. Давайте, благословите, я без вас пойду исправлю. И как только вы так начинаете думать, все закрывается. Все, майя приходит. И она вам даст любовь к Кришне, но такую, что не выкутайтесь в этом. Видели? Может быть, не все видели, но существует такое явление, как сахаджия. Очень трудно вырваться оттуда. А в Аверталоне тут тема опасное место, что здесь некоторые преды пытаются без гуру обрести прямо считают, что могущества с того места достаточно. Радакунда, Шямакунда, Гаврадхан, подукай туда. Гуру там для неофитов проповедуют, он, конечно, реализован, но он неофитом это все говорит, я понимаю, но я-то уже не неофи. Я хочу полюбить Кришну. У меня это в сердце, я это чувствую. И что же? Если у человека нет, нет шратки твердой, он хочет премы, это сахаджия. И йога-майя здесь все устроит, что вы в это даже поверите. Станьте копья здесь. И, знаете, в вещах не будет против, но других все будут, о, здесь есть такие мужчины, которые глаза так подкрашают, саря вливают, они пытаются таким путем идти. Прорупад говорит, это тоже их попытки духовные, мы не пытаемся оскорбить, но не авторитетные. Сахаджия, значит, упростили на материальной платформе, это подражание некое. Это не настоящее. Мы не унижаем, не оскорбляем, мы говорим, что это не авторитетный процесс. Гуру такого никогда не скажут. Гуру скажут, продолжай заниматься служением. И когда вы придете прямо в Бахте, что он вам скажет? Одевай салью. Ты тирожи Бопи? Он скажет, нет, продолжай заниматься преми. Это делали все шеи с вами, они все были в Бопи-Вриндаве, они все были в Манджаре. И они здесь совершали преданное служение, будучи саняясь и не выполняли миссию. Парупадов сказал то же самое. Мы не знаем, Парупадов, кем он был, он в мире был. Это оберика или какая-то освобожденная душа? Он сказал, я хочу умереть, как нет, пхишма здесь, на поле битвы. Вот я хочу до конца сражаться за своим кристом. Миссия. Вот наша парампура. Надо идти в эту сторону. Не придумывайте ничего. Бездуховного учителя. Прямо. Я понимаю, что это искреннее желание, уже отчаяние. Запаситесь терпением. Последний вопрос. Расскажите, пожалуйста, чуть-чуть про Солнце. Каково это так, что оно единственное во Вселенной? Ведь так много звезд, и наша галактика, лишь одна, и она вроде бы отнюдь не в центре. Нет, нет, ученые понятия не имеют о космосе. Ни малейшего понятия не имеют вообще. Не опирайтесь даже на эти все выкладки в книгах, в астрономии. Ни малейшего понятия не имеют ученые об астрономии. Об ее устройстве, ее размерах, об устройстве планет. Нет. То, чему нас учили в школе по астрономии, то, что сейчас сильно кардинально отличается. Все расстояния переписали заново. Все гипотезы многие заново переписали. Сейчас миллионы гипотез, знаете, одна-другая противоречит. Неизвестно это никому. Это невозможно материальным способом понять устройство Вселенной. К тому же там много измерений. Как вы можете сосчитать? Вот для этого и пишутся шастры, потому что мы не способны это понять. Айя Кришна, большое спасибо. Шалаправа, Бхадаки! Да! Шалаправа, Бхадаки! Шалаправа!